здравствуйте уважаемые телезрители на тв программа актуальная тема я владимир банщиков сегодня гости нашей студии создатель и бессменный руководитель муниципального с 2019 года молодежного художественного театра анатолий борисович баскаков и юная актриса молодежного художественного театра александра владарская здравствуйте уважаемые представители самые главные наверное на сегодня день профессии в нашей стране культурной профессии из культур да и из культуры анатолий борисович заканчивается год сложный безусловно для всех нас но театр живет театр развивается он не может стоять на месте иначе он умрет просто да каким для вас лично до человек который всю жизнь отдал театру а этому театру молодежным сколько сейчас лет 30 больше нет 40 вот для меня да это 42 это было два год назад полтора года а теперь она уже 43 43 года это вы отдали этому театру ну да вот этот год 2022 каким был для созданными вами театра выпистывала новыми но назвать год легким это было бы неправдой конечно он был сложный и трудный а это для каждого кто сейчас находится в зоне культуры или зоне театра театральная особенно эта деятельность сложная есть ряд обстоятельств по которому это эта трудность составлена была для всех одинаковый но тем не менее мы начали делать то есть мы раньше занимались социальными проектами вы в курсе что у нас на театр параллельно с тем что он ставил спектакли все думают что это только так он занимался разными проектами байкала начиная лури экологии экологический проект это как бы социальная направленность некая помощь там педагогам воспитание будущего поколения особенно те кто связан с литературой тоже в курсе да мы делали разные проекты такого социального характера психологические проекты связанные с личностью с тем что происходит и всегда это ну как бы всегда это подпирали каким-то делом связанным с театром то есть в театральной форме чтобы ваше разрешение я перейду к нашей очаровательной александре да потом мы сами продолжим дата бедный ребенок загрустил саш не я прочитал узнал вернету историю да вот гардеробщицы актрисы это вот у тебя была так был такой жизненный план как ты вообще к этому пришла в актрисы девушки все стремятся такие красивые как ты нет 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 я не веду актриса она пришла именно на него в театр но неважно училась я в колледже искусств им имени петра ильича чайковского на третьем курсе мне предложили поработать в качестве гардеробщицы потому что это был 19 год театр муниципальный нужен персонал я согласилась думаю круто буду смотреть спектакль бесплатно ну и подрабатывать то есть денежка какая-то будет и спустя полтора год то есть я уже закончила третий курс четвертый и хотел уехать учиться в питер но немножко не получилось там как раз таки пандемия денег нет в общем депрессия апатия и так получилось что я с гардеробщицы перешла на вахтер это повышение по театральному я не может сказать повышение но в каких-то моментах в проектах я участвовал таких пластических как раз таки с евгения викторовна герасимовой даже жившие картины был проект приезжала даша баскакова с концертом тоже были пластические зарисовки ну то есть а в каких-то моментах участвовал но продолжала работать в актером и буквально в прошлом году в октябре подходит анатолий борисович и говорит что нет исполнительницы народ маленькой девочки в спектакле по-другому я согласилась попробовали поработать через месяц я вот ты стала актрисой у меня единственный такой же пример как твой пример да вот она в память приходит знаешь кто харрисон форд знаменитый диана джонс который был помощником святителя на какой-то студии не помню не помните анатолий борис то ли на пароман но нет собственно неважно ты его присмотрел режиссер харрисон форд стал харрисон фордом так что он тебе дорогу протоптал все нормально за тобой будущее театра согласись мы лично за тобой за твоим поколением да потому что наша с анатолий борисовичем поколение потихонечку уходит сдает свои так сказать позиции нам нужно к на кого-то оставлять созданное вот анатолий борисовичем творение которое любит весь город как ты видишь будущее театра конкретно молодежно конечно конкретно молодежно конечно ты же с ним пока связал свою судьбу там я не загадываю сестра тоже заберут куда-нибудь пригласят смысле все с театром будет хорошо но это узнал что всегда после каких-то трудностей наступает какой-то черный полоса белым черный белый полоса и должен театр сейчас находится на стадии какого-то прыжка рывка пока в разбеге или на низком старте что на старте ком такой ходьбе и которая убыстряется убыстряется я верю что молодежный художественный театр будет процветать но я надеюсь анатолий борисович а теперь возвращаемся к вам а ваше видение будущего молодежного театра какое нет но во-первых хотел чтобы те традиции которые были в любом случае я когда молодежь приходила углубленная работа внутри себя над над собой как над личностью исполнителя не просто играть любой сюжет существовать в школе русского психологического театра который сейчас всех аят но не все но не все допустим но многие хает так далее потому что это великая школа это не значит какая форма форма может быть совершенно различной том числе спектакль самоубийца его не назовешь спектаклем психологического но внутри роли это все равно психологический театр только другой форм вот и поэтому я бы хотел чтобы это направление никуда не исчезло и так далее вот сегодня театра и саша в том числе они заняты новогодним вот это дели которая будет показана сказка сочиненная из разных сказок персонажей но мирового сказочного русских русских все это по мотивам и так далее и так далее поэтому тут предполагается своя фантазия как актерской так и режиссерская и наш молодой режиссер но старый актер нашего сердца но молодой режиссер у него за плечами уже один спектакль есть евгений мордвин взялся за это дело и ему помогает митин я помогнул то есть мы помогаем как только коллективной работы он взялся за эту сказку которую назвал мне так сон в зимнюю ночь но это так вот это уже твердое название не работа но потому что она она не не связана ни с одной сказкой не со второй не с третьей а просто там из шикстера замес из многих сказок вот и вот они сочиняют вот такие этюды придумывают их сочиняют из них пытаются сейчас еще пытаются а потом это вырастает некий спектакль который будет закреплен и так далее сейчас идет огромная работа над оформлением этого спектакля это очень трудно сложно потому что средств не доставит но идет работа над оформлением это спектакль и не каждый день они занимаются тем что его создают потому что уже очень скоро 24 числа они будут играть декабре и в январе но такой больше с импровизации спектакль а все-таки чистый вот прямо нет нет это реализация мы это полная импровизация там все есть и персонажи которые мы привыкли разные из одной сказки 2 встречи и такая ситуация но некий сюжет вы рису вот вот такая это такой праздничный подарок жителям и детям наверное все таки раз сказка мы хотим сказки для взрослых взрослая часть населения мы в ней живем несколько сказки для взрослых мы приняли решение буквально буквально день назад два дня назад думали о чем один спектакль так то решили создать как какую-то легкую душевную историю под новый год и решили что 18 16 18 декабря мы приглашаем всех на спектакль 100 иен за услугу это спектакль прописи буциаку минору который в репертуаре нашего дома может более полугода не игрался ну как то вот так случилось там как раз все молодые девочки заняты и два наших актера леонид иванов и софи гущина они как бы видела но она такая без контакт без того конфликта там есть внутри конфликты драматически все прочее но это в глубине а внутри это такое это в любом случае он для людей которые придут возрастную цензу на заль борисович у этого спектакля какой цена 100 иен за услугу звучит очень смысл но это нет но это у меня такое восприятие извращенное это о том что люди теряют опору по жизни а потом приобретаете основа хотя потому что жизнь продолжается и вот как бы вот такая история женщине и неком сказочным существенным и сказочным такой не очень человека такой некое существо но мужчина вот и вот такая история она оптимистична она оптимистична это самое главное в наше время и для этого и то что там безвыходное наоборот человеку расхотелось не хотелось жить а потом что-то расхотелось это я так пересказываю ну понятно люди должны прийти посмотришь все все это своими а даже так мы называем это спектакль релаксация классно возрастной ценз 12 плюс 16 плюс не да лучше шестнадцать плюс 12 как бы не очень понятно там вот я про это говорю да еще мужчина поэтому я думаю что для старшего пока да для плача у нас вот есть вот сейчас как раз саша и озвучит вот этот то есть ты сейчас приглашая всех наших зрителей ваших зрителей наших зрителей вот в эту камеру приглашай на ваш спектакль вот этот детский вот пожалуйста говори время место так приглашаю вас дорогие зрители малыши и их родители на спектакль сон в зимнюю ночь время 11 не совсем малыши там школьники до всех всех зрителей бурятии правильно приезжает все будем рады видеть на спектакль сон в зимнюю ночь время две сказки в день это одиннадцать и два часа по-моему да сказки начинаются с 24 декабря а 13 декабря у вас что будет 13 декабря это сказка снежная королева совместных дышим тот самый проект детской школы искусств где есть часть да я понял понял тоже приглашайте но уже большая все кто хотят это увидеть посмотреть конечно приглашаю молодежка жила живет и будет жить это мы все знаем и будет процветать потому что черные полосы всегда сменяются белыми это тысячелетиями сотнями поколений людей живущих на этой земле проверено на себе так что тут у меня лично никаких сомнений в этом вообще нет я просто хочу пожелать чтобы вот эта белая полоса сейчас она наверное все таки серые да не скажем черные наступила как можно быстрее потому что год заканчивается вот для всех нас сложный очень через чего даже я бы сказал сложный надеемся верим в то что будущий год в том числе для театральной среды всей нашей будет гораздо более ярким веселым творческим самое главное что-то хотите добавить пожалуйста нет я спасибо вам за я тоже хочу ну как бы зрителям многих из которых я знаю не только по театру я сам житель и он у в том что жизнь продолжается независимо от того финансовые трудности драматические ситуации какие-то у вас происходят болезни и так далее они есть у всех но я хочу чтобы под новый год у вас было настроение радостное чтобы ваша семья испытала эту радость в том числе приходя ну допустим к нам в театр либо в любое другое я желаю вам радости небольшой радости потому что без этой радости но это как без без сладкого совсем трудно жить пусть будет несколько сладких поздравляем вас наступающим нового спасибо большое нас или борис спасибо саша замечательные вы гости жалко с вами расставаться но условия режимы работы наши вы знаете прекрасно еще раз вам огромное спасибо аншлагов что еще вот в конце хочется вам пожелать саша тебе закончить вуз стать супер профессиональной актрисы и как можно что обе молодых актрисы в этом году поступил я вот про это и говорю я знаю про это и говорю да и стать прям совсем звездой звездой и только нашего молодежного театра не только бурятской сцены но и вообще российского масштаба вот это мы тебе мы тебе все желаем уважаемые телезрители напомню что гостями программы актуальная тема на тв были создатель и бессменный руководитель муниципального молодежного художественного театра города улан-удэ анатолий баскаков и актриса молодежного театра александра володарская я владимир банщиков прощаюсь с вами всем самого доброго увидимся в театре